Постигая законы мироздания, человечество находит удивительные аналогии. Так подобие Солнечной системы увидели ученые в структуре атомов. Но законы микромира оказались совсем другими. Было непонятно, почему система вращающихся по орбитам зарядов устойчива. Пришлось допустить, и это было сделано Нильсом Бором, что атомы имеют стационарные состояния, в которых, несмотря на происходящее в них движение электронов, они сохраняют энергию неизменной. Еще одно допущение. При переходе из одного состояния в другое, энергия атома изменяется определенными порциями. Атомы испускают или поглощают излучение строго определенной частоты. Спектры испусканий, поглощения водорода и подобных ему атомов подтвердили правильность этих допущений. Кроме того, в атоме электрон может иметь только определенный момент количества движения. Об этом говорится в третьем постулате Бора. В стационарном состоянии моменты импульсов электронов кратны некоторой величине. Так вводится главное квантовое число Н, а константа определяется постоянной планка. В этой модели рассматриваются только круговые орбиты. Таким образом, по Бору от главного квантового числа Н зависят и момент количества движения, и энергия состояния атомов. Развивая теорию Бора, Зоммерфельд допускает существование эллиптических орбит. Теперь одну и ту же энергию могут иметь орбиты разной формы. Стационарные состояния атома определяют два квантовых числа. Главное квантовое число обозначают цифрами, второе — буквами, оно дает величину момента импульса электрона. Меняя положение орбит в пространстве, можно получить представление об атоме по модели Бора-Зоммерфельда. Обратите внимание, движение орбитального электрона — это круговой ток, который порождает орбитальный магнитный момент. Он также квантован и может принимать значение кратной основной единице — магнитону Бора. Как должны вести себя такие атомы-магнитики в магнитном поле? Магнитное поле выстраивает их, а тепловое движение нарушает этот порядок, по-разному изменяя энергию атомов. В спектре излучения должно появиться только уширение линии. Но оказалось, что в магнитном поле спектральные линии расщепляются. Чтобы объяснить это, пришлось допустить, что квантована и проекция орбитального момента импульса на направление магнитного поля. Вводится магнитное квантовое число — М. Штерн и Герлах решили экспериментально проверить эти выводы, пытаясь в неоднородном магнитном поле рассортировать атомы-магнитики серебра. Идея проста. В однородном магнитном поле на атомы действует ориентирующая пара сил. А в неоднородном поле возникает сила, которая будет смещать атомы. Она зависит от градиента магнитного поля и положения магнитного момента атома. Казалось, что пучок атомов серебра разделится на три части. По числу положений магнитного момента в пространстве. Отклонение пучков определится величиной магнитона Бора. Но результат получился неожиданным. Пучок атомов распался только на два. Почему? Заметим, что магнитное свойство атома серебра определяет внешний валентный электрон. Однако у серебра он находится в 5С-состоянии. Согласно современной квантовой теории, в С-состояниях механические и магнитные моменты равны нулю. Значит, в неоднородном магнитном поле пучок атомов серебра не должен расщепляться. Откуда же возник магнитный момент? Размышляя над результатами опыта, Гаутсмит и Уленбек решили, что здесь проявил себя собственный магнитный момент электрона, связанный с его вращением. Современная физика отказалась от механической модели спина. Спин — это неотъемлемое свойство микрочастицы, такое же, как масса и заряд. Проекция спина на направлении магнитного поля может иметь только два значения. Введено еще одно квантовое число — сигма. Именно поэтому пучок разделится на два. Величина магнитного момента хорошо согласуется с теоретическим значением магнитона Бора. Если суммарный магнитный момент электронов равен нулю, может проявиться ядерный магнетизм, который в тысячу раз слабее атомного. Это явление можно наблюдать на атомах водорода в обыкновенной воде резонансным методом. Пробирку с водой помещают в магнитное поле определенной величины. При этом ядро, благодаря спину, может находиться в двух энергетических состояниях. В катушке создают слабое переменное электромагнитное поле радиочастотного диапазона, которое и вызывает переходы между энергетическими состояниями. Постоянное магнитное поле осциллирует около резонансного значения, при котором поглощение радиочастотной энергии максимально. Метод ядерного магнитного резонанса позволяет заглянуть в структуру ядра, изучить новые свойства вещества, понять многие детали строения молекул, кинетику физических и биохимических процессов. Продолжение следует...